Всем привет! Сегодня я расскажу о хранении лакомств моих собак. Также покажу все наши витаминки, консервы и корма. Вся еда моих собачек хранится у меня на кухне в двух выдвижных ящиках. В первом ящике у меня находятся консервы, лакомства, витаминки. А во втором ящике сухой корм, который кушает Тинька и Шерлотка, пробники сухих кормов, бутылочки и всякие разные лакомства. Кому интересно, оставайтесь с нами. Всем приятного просмотра! Хотела сразу извиниться за свой голос, так как я еще продолжаю болеть. Так что сори. И давайте начнем. Хотела показать вот такие у нас бутылочки. Я думаю, вы все их уже видели и знаете. Это для прогулки у нас бутылочка. Вот такая бутылка тоже тут хранится у нас в тарелочке. Это для воды и для еды. У меня есть отдельные видео об этой бутылочке. Так, вот у нас идут корма, пробники от Корнилав. Это то, что кто смотрел, знает, что я получила подарок на выставке, когда мы ходили с Шерлоткой. Ссылочку оставлю в описании, если кому-то интересно, посмотрите. Вот такая от Нотра. От Миродок. Тут и щенков есть. Лакомства я буду разыгрывать. Какие-то оставлю тинки с Шерлоткой. Вот такая фирма. Пропак. Вроде бы как. Вот тут немножко неудобно убирать. Очень много всего. Опять же Корнилав. И три упаковочки от Грибке. Тоже для щенков. В общем, разные. Буду все наверх складывать. Также у меня хранятся салфетки влажные. От Сани Пэт. Это новые салфетки. У меня не всегда тут хранятся. Также у меня тут стоит огромный наш контейнер пластиковый от Трикси. Тут еще корма нет в нем, потому что я еще не заказывала большую упаковку. У меня совсем недавно только появился этот контейнер. Тут у меня такая баночка. Тут были ушки кролика от фирмы Роял Бон. Очень хорошая фирма. Буду заказывать еще. Моим собачкам очень нравится эта фирма. Тут у нас говяжья легкая. Я нарезаю мелко и дрессирую тенью с шарлоткой. Также лакомство печенюшки от Лола Пэтс. Сейчас попробую одной рукой открыть. Кто еще? Не знает они такие миленькие. Даю их очень редко. Где-то раз в месяц по одной печенюшке. Но им очень нравится. Ладно, потом закрою. Это у меня баночка с сухим кормом. Я когда-то ездила с тенькой пересыпала. Надо пересыпать в контейнер. Также тут хранится наш вороток. Мерные стаканчики от Акана. И три таких маленьких контейнера от Икеа. Один пустой. И вот тут у меня хранится корм. Это шарлотки. Тут с мерной ложечкой. Шарлотка кушает уже у меня корм для юниоров. Шарлотке 7 месяцев. Вот так он открывается. А это Тинечкин корм. Как вы все знаете, мы кушаем Грандорф. Тинька кушает уже от годика. С ягненком и рисом Грандорф. Так что вот такой у нас ящичек внизу. Наверное, складывать не буду. Я потом все сложу. Только бутылочки не беру. И давайте перейдем ко второму ящичку. Самому любимому. Моему и моих собачек. Только он открывается. Они сразу бегут. Они его слышат. И сразу попрошайничают. Вот что-то выманивает у меня вкусняшку. Сейчас, чтобы они мне не мешали, я дала им от деревенских лакомствушка кролика. Каждой паушку. И они сейчас спокойненько себе в комнате занимаются любимым своим делом. Погрызушками. Так, и давайте начнем. Тут у меня хранятся... Давайте вот с этого, наверное, начнем. Это такие лакомства, которые мне давали в подарок в каких-то зоомагазинах или в интернет-зоомагазинах. Но я не даю киньки шарлоткой. Я отдаю знакомым. Отдаю собачкам на улице. Вот. Это надо отдать. Я, кстати, сегодня много... Не пугайтесь сильно. Я буду тоже перебирать лакомства сегодня. И буду отдавать знакомым лакомства. Потому что мы много чего не кушаем. Также у меня тут хранятся две железные тарелочки. Эти тарелочки я использую под фрукты, под мяско. И тут у меня хранится тарелочка Шарлоткина Трикси. Она очень маленькая. Когда она была совсем крошечка, она кушала с этой тарелочки. Также у меня там сохранятся зажимы. Это веревочка от бутылочки. Давайте уберем обратно. Так, давайте перейдем сразу к витаминкам. Это лакомство. Витаминок у нас немного пока. Вот такие витаминки от 8 в 1. Вот такие витаминки от 8 в 1. Они очень хорошие. Это для щеночков. Сейчас попробую открыть. Несколько мы их уже скушали. Очень они мне нравятся. Я, кстати, еще буду покупать витаминки пивные дрожжи от 8 в 1. Еще там какие-то, я не помню, уже себе записывала. От Канина витаминки тоже очень хорошие. Я их покупала или весной, или в начале лета, точно не помню. Их у нас много. Это были все наши витаминки. И давайте перейдем к нашим консервам. Так, это просто все лакомство. Нет места. Значит, что у нас тут есть в этом ящичке? У нас есть такой пудинг от Jim Dog. Я пока его еще не давала своим собачкам, поэтому не могу рассказать свои отзывы. Вот состав. Но я знаю, что отзывы о нем хорошие. Поэтому, как только отдам, сразу же вам расскажу все. Так, следующее тоже от Jim Dog. Это такая мультивитаминная паста. Но я думаю, что она не может заменить витамины. Мне кажется, это больше как лакомство. Поэтому, смотрите. Им нравится. Они у меня кушают. Я на пальчик немножко выдавливаю. И они слизывают. Им очень нравится. Вот, поэтому я могу рекомендовать вам такую пасту. Кстати, тут 12 витамин. А есть разные виды. Их там, по-моему, 3 или 4 вида. Я точно уже не помню. Самые наши, одни из самых наших любимых консерв. Это Jim Dog. Это консервочка с лесными ягодами. Мы уже попробовали все вкусы от Jim Dog. А это с ананасиками. Тиньки с шарлоткой очень нравятся. Jim Dog. Консервочки. Тут я вам не покажу. Видите, состав оборван. Так, следующие консервочки. От Petit. Я уже в каком-то видео говорила, что Petit больше не производит корма. Не сухие, не лакомства, не консервы. Это у нас последняя консерва. Осталось очень жаль. Очень хорошие консервы. Тиньки с шарлоткой очень нравились. Также у меня есть консервы от Tobias. Это для щеночков. Я пока еще не давала ее. Поэтому не могу сказать, понравилась она нам или нет. Но состав тоже хороший. Следующие консервы это Kipi. Я вот не помню, кушали мы уже Kipi или нет. Это с рыбкой, рисом и морковкой. И от Animondo консервы. От Animondo мы кушали консервы. Много раз. Могу вам их рекомендовать. Это с телятинкой и птичкой. Хороший состав. Вообще я покупаю всегда хорошие консервы. Я никогда не беру дешевые какие-то. Следующие консервы от деревенских лакомств. Это фрикасей с кролико-сердечком и морковкой. Для мини-пород. Еще одна. Рагу из ягненка с печенью и тыквой. Тоже для мини-пород. Мы, кстати, кушали. У меня тут просто как раз есть. Вчера вечером я давала вот такую консервочку. Вырезка говяжья с сердечками цукини. Очень понравилась моим девчонкам. Поэтому я могу вам рекомендовать деревенские лакомства. Мне вообще эта фирма очень нравится. И следующие консервы. Наши самые любимые. Мы уже пробовали все вкусы. Это шейзир. У меня их осталось две. Это с курицей и папайей. Может быть, кому-то интересно будет. Покажу состав. И, наверное, чаще всего мы кушали вот эту консерву для щенков. Это твенец и алоэ. Я очень вам рекомендую. Очень хорошие консервы. И мне нравится, что они... Когда у меня была одна тинька, они были нам большие. Нам подходили больше вот такие, наверное, маленькие. А сейчас, когда у меня их две, мне, конечно, нравится, когда побольше консервы идет. И им хватает за раз-двои. И еще хотела вам показать... У меня есть такое детское пюре. Я покупаю с тыковкой. Я покупаю очень часто детское пюре. Даю где-то раз в неделю. Пару чайных ложечек своим собачкам. Я в основном покупаю тыкву, яблоко и грушу. Хотела вам показать. Вот есть у меня Трикси. Рог-буйвола. Такое лакомство. Оно очень большое. И моим собакам не подходит, естественно. Поэтому я или разыграю в каком-то конкурсе его, или отдам кому-то из своих знакомых, у кого большая собачка. Так, к этому мы попозже вернемся. Вот такие у нас есть деревенские лакомства. Это легкое говяжье. Я его еще не открывала. Так как у меня есть легкое говяжье. Я вам показывала в нижнем ящике. Скоро откроем, попробую обязательно. Так, и поехали сейчас к лакомствам. Вот тут у меня вот так хранится. Очень давно я покупала эти лакомства. От 8 в 1. Это размерчик XS косточек. Это у нас с телятиной. Их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь косточек. Сроки годности очень хорошие. До 2019 года. Покупала давно. Тенька была еще маленькая. Поэтому, не знаю, пока не давала. Буду ли давать, может быть, в конкурсе разыграю. Потому что лакомств очень много. Я даю лакомств мало. Кстати, я даю где-то раз в неделю по грызушку. Это или какую-то косточку, или вот такое вот ушко. И, например, там вот такое, как медальончики, могу подрессировать ими. Часто кормом дрессирую или же легким говяжьим. Поэтому даю я, в принципе, лакомств мало. Но у меня их очень много. Я сейчас буду перебирать очень много лакомств, которые мы не кушаем. Которые не нравятся нам собакам. Которые мне, может быть, почему-то там по каким-то причинам не нравятся. Поэтому я сейчас после этого видео, когда закончу, буду перебирать. И буду отдавать знакомым эти лакомства. Так, ну что, поехали. Вот такие у нас есть деревенские лакомства. Ушки кроличьи. Мне они очень нравятся. Хотя от роялбон мне больше нравятся ушки кролика. Вот такой состав. Кому будет интересно. Следующее. Это наша любовь. Это медальоны из ягненка. У нас их, видите, вот немножко осталось. Я разламываю напополам и даю как поощрение. Без добавок и красителей. Идеально для дрессировки. Вкусно и полезно. Действительно очень классное вообще лакомство. Вот состав. Я вам их рекомендую. И буду вот в скором времени делать заказы. Я хочу заказать еще консервы деревенские лакомства. И буду заказывать вот такие. Думаю, медальоны закажу. Ушки кролика. В общем, посмотрим, что тогда закажу. Эти лакомства я привезла с Одессы. Я даже не знаю, как они называются. Тейсти или конец. В общем, не знаю. Здесь 80 грамм. Эти лакомства я привозила три упаковки. У разных. И одни уже разыграла. Одни мы открыли, кушаем. И вот эти тоже хочу разыграть в одном из конкурсов. Может быть, мы и сами бы их попробовали. Но у нас настолько много лаков, что, я думаю, не стоит. Следующие это вот такие косточки от 8 в 1. Размер XS. Это скурочка. Могут еще было. Вот. И вот такая. Тоже скурочка для зубок. Это я покупала для конкурса. Скорее в Инстаграме буду разыгрывать. Вот на днях будет конкурс у нас. Следующее лакомство от Trixie. Мини такие. 60 грамм. Мне они совершенно не нравятся. И запах ужасный. И собаки мои не хотят их есть. Это как очищают вроде как зубки. Такой состав какой-то. Не очень. В общем, эти лакомства я буду отдавать. Потому что я Тиньки давала. Она одну попробовала. Но я же говорю, запах ужасный. Мне не нравится. Следующее лакомство. Это тоже моя любовь от Royal Bon. Я вообще обожаю эту фирму. У меня были всякие грызушки. И щеточки такие, которые зубки чистят. И ушки кролика. И я разыгрывала в конкурсе много Royal Bon. Лакомство. И вот так они выглядят. Осталось три штучки. Тиньки очень нравятся. Шарлотка пробовала только одну такую косточку. Она еще маленькая для таких лакомств. Очень они действительно классные. Я вам их рекомендую. И буду тоже заказывать себе скоро. Следующее это деревенские лакомства. Кальцевая косточка сутка. Они очень похожи на Royal Bon. Но я не знаю, что произошло. Я хотела показать. Я потом их и заказала. Потому что думаю, они такие же классные. Я не хочу говорить плохо об этой фирме. Она мне нравится. Но именно эти лакомства не подошли. Мы были на пикнике. Я дала Тиньки с шарлоткой. И у меня девчонки вырвали. Именно этими косточками. Они ничего больше не кушали. Они только утром покушали. Это было днем. Хотя сроки годности хорошие. Я не знаю, почему так произошло. Что-то нам не подошло. Я боюсь давать эти лакомства. Я отдам знакомым. Пусть они попробуют. Но может быть у меня какая-то такая реакция. Но рисковать я больше не хочу. Потому что вы же понимаете, у Йорков очень нежные желудочки. Следующее лакомство. Это бычий корень. Я заказывала его в Пэтхаусе. Еще не давала. Это для Тиньки. Заказала. Теперь будем давать. Следующее тоже очень классное лакомство от Ферпласт. Немножко неудачно открыли упаковку. Вот так они выглядят. Это такие погрызушки. Тоже как бы для зубок. Поэтому очень хорошие могу вам рекомендовать. От Ферпласт вообще очень хорошее лакомство. И вот, кстати, опять от Ферпласт. Это вот такой ботиночек. Их тут было три штучки. Остался один. Я буду давать его шарлотке. Это очень хорошая погрызушка для смены зубок. На русском есть. Да, вот. Натуральные хорошие лакомства. Я же говорю, от Ферпласт. Я очень рекомендую. Лакомство от Пытит. Очень красивый Йорик нарисован. Вот так они выглядят. Это для шерсти лакомство. Они очень хорошие. Мне они очень нравятся. Но их больше не производят, к сожалению. У нас их тут, в принципе, немало. Но и немного. Так, следующее. Это от Трикси. Вот такая косточка. Их тут было, по-моему, пять штук. Это обычная погрызушка. Я думаю, у каждого были подобные косточки. Ничего о них не могу сказать. Хорошего, плохого. Обычные косточки. Я когда давала тенькие шарлотки, они там немножко вот так их сгрызали. Я их не оставляла. Потом выбрасывала. Поэтому такие обычные косточки. Следующее. Это такие лакомства. Тоже моя любовь. От Джим Дог. Это вот такие мультивитаминки. Они очень такие миленькие. Попробую открыть. Вот так они выглядят. Такие косточки. Если что, Тиффани, если кому-то интересно. Нет, ты уже ушко кушала. Тебе нельзя. Могу их рекомендовать. Моим собачкам очень нравятся. И вот такие тоже. Это для зубок. Сейчас я открою. Вот видите, зубки нарисованы. Я когда чищу зубки, иногда даю им. Вот они вот так выглядят. Тиффани попрошайничает. Нельзя, Тенечка. Ты уже скушала ушко. Нельзя так много. Очень хорошие. Я вам их рекомендую. Вот это тоже очень классное лакомство. От Джим Дог. Это для щенков. Они идут с молочком и сыром. Это у нас новая упаковочка. Сейчас на русском не вижу. Да, вот есть. Почитайте состав. Кому будет интересно. Вот так они выглядят. Мы уже покупаем, по-моему, третью пачку. Вот так они выглядят. Надо отдать им и новенькие пересекать. Очень классно рекомендуем. Есть у нас вот такие косточки от фирмы Smart Stix. Еще мы их не пробовали. У нас две новые палочки. Тоже одну кому-то подарю, наверное. Следующие это от Трикси. Такие дропсы. Тут 75 грамм. Мне совершенно не нравится ни по составу, ни как они выглядят, ни как пахнут эти лакомства. Поэтому я вам их не рекомендуем. Вот так они выглядят. И я тоже их буду отдавать. Потому что я своим собачкам отдавать не хочу. Это у меня еще одна новая упаковочка. Джиндок. Сюда покупаю. Очень нравятся лакомства. Покупаю еще одни. Вот эти тоже лакомства я привезла с Одессы. Одессы, которые вот я вам показывала вначале. Ну мы их кушали. По-моему, одну палочку мы скушали. Ну обычные такие лакомства. Не могу сказать ни хорошо, ни плохо. Может быть еще потому что... Ой, не распробовали. Следующие от Витокрафт. Вот такие у нас мясные палочки. Сейчас покушаем. И не только от Витокрафт. Еще не помню. Вот другая фирма какая-то у меня была. И вот такие у нас есть тоже от Трикси палочки. Вот эти очень хорошие. Эти я вам могу советовать. Их тут было 15 штук, наверное. 120 грамм. Давно у меня эти палочки. Мы их кушаем. Ну где-то тоже вот раз в неделю даю. Или такую палочку. Или ушко. Тинька, не мешай. Или ушко пролика даю. И вот я довольна этими палочками. Для сменки зубок очень хорошо. Когда щенок грызет. То есть вот эти я вам могу рекомендовать. Они мне нравятся. Ну и самые последние остались. Когда-то я покупала от роял Канин. Лакомства эти. Я считаю ужасные. Дала одну штучку. Тиньки. И больше не давала. Давно это было. Так они выглядят. Тоже или отдам или выброшу. Вот такие были у нас лакомства. Все наши консервы. Надеюсь вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok